Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск на канале Виа-Олайн И сегодня будет такой затянувшийся проект, который... Ладно, не будем комментировать Но в общем сложилось так, что не затем получилось его быстро исполнить Но тем не менее мы сейчас находимся в активной фазе его исполнения И к этому проекту, а проект заключается в постройке какого-то космического джайанта Джайанта Рейна В сегодняшнем выпуске пойдет речь про колеса Смысл заключается в том, что там был топовый джайант, который мы разобрали Обзор которого не забудьте посмотреть на нашем канале И убрали оттуда неплохие дорогие компоненты И будем менять их на самый-самый космос, топ и так далее И вот в нашем сервисе сегодня колеса, карбоновые колеса Это колеса нашей сборки Мы их собрали на самом деле примерно полугода назад, еще до проекта И вот они дождались своего времени для того, чтобы попасть на этот велосипед Значит, в этих колесах используются детешные втулки Под шесть болтов С прямой спецовкой straight pull То есть спицы заходят напрямую Лучше передача крутящего момента Лучше тормозная эффективность колеса получается Жестче, прочнее и так далее, и так далее Добавок, еще и легче Отдельно по поводу прямой спецовки можете посмотреть выпуски И я там рассказываю вам про чудо таких колес Например, мы такие же колеса по технологии использовали в KTM В спешей эпике И отдельно есть обзор втулки Хоп под straight pull Тоже интересная штука А здесь используется DT Карбоновые обода Китайские карбоновые обода С AliExpress Попали в эти колеса И здесь я хочу сделать небольшое отступление Дело в том, что Китайский продукт Не всегда плохо Я, конечно, ругаю китайские продукты Но нужно разделять то, что есть дорогой продукт И есть дешевый продукт И если правильно пользоваться AliExpress И правильно искать товар Можно найти достойные обода Это не дешевые обода Это довольно-таки дорогие Хорошие, широкие карбоновые обода Точно такие же обода Использовались в другом велосипеде И прошли испытания на прочность Когда колесо порвало на каменецом спуске На крутом спуске И колесо от многократных ударов Не разлетелось в клочья На нем образовались, естественно, трещины Но тем не менее Колесо выдержало испытания И человек благополучно остановился И колесо при этом не разлетелось на куски Итак, вернемся к колесам Самое важное, что интересует пользователей Это вес изделий И в нашем случае Переднее колесо весит 700 грамм Это втулка спицы и обод А вот заднее колесо весит Естественно, чуть побольше И вес заднего колеса 850 грамм Ну, то есть в сумме Полтора килограмма И это Подчеркну Боевые прочные колеса Для All Mountain То есть вес Довольно-таки достойный Также хочется отдельно Подчеркнуть то, что Обода здесь явно шире Чем те, которые используются в стоке Ширина Внешняя ширина обода 39 мм Почти 40 мм И такая ширина обода Погволяет лучше раскрыть покрышку Повысить сцепление колеса с дорогой Прочее, прочее, прочее Смотреть отдельный выпуск По этому вопросу Также Здесь используются асимметричные обода То есть отверстия под днепеля спиц Смещены Относительно центра обода Что позволяет сделать натяжение Левый и правый спиц Приблизительно одинаковым Таким образом Правый и левый спицы натянуты одинаково И те и те спицы лучше передают крутящий момент То есть в обычных статистических колесах Где используется Симметричная обода Правая сторона Ближе к кассете натянута сильнее А левые спицы практически висят Это хорошо заметно на шоссейных колесах И передача крутящих моментов Участвует только по большому счету Вот такие спицы, которые находятся справа Таким образом мы Выигрываем по колесам По следующим параметрам Это Предположительно по весу Сейчас мы разберем стоковые колеса ДТС СИЮС М1700 По ширине обода И по крышке станет лучше И по тому факту Что обод у нас асимметричный И спицы натянуты лучше Передача крутящего момента будет лучше Сейчас мы разберем Стандартные колеса Этого джайанта Взвесим ДТ-шные колеса И я немножечко расскажу вам Про вот эти изделия Здесь в принципе Все используется По большому счету Все то же самое То есть Те же самые втулки Та же самая ДТ-шная втулка С трейдфулом Под прямую спицовку С небольшим отличием Которое заключается в том Что Механизм рачета В этих колесах С большим количеством Зацепов И угол поворота кассеты Будет меньше Вот и собственно и все Больше эти втулки ничем отличаются Они точно так же под лось Сзади 12-е Спереди 15-е Под точно такой же Шимановский барабан Мы здесь вставляем Шимановскую трансмиссию Ибо Срам Менее надежный Дороже И по большому счету Он ни к чему В нашем проекте Вот так Легким движением руки Мы снимаем Довольно-таки плотную покрышку Швальба Технология Разбортировки колес Без монтажа Как описано В другом нашем ролике Тоже не забудьте посмотреть Это делается элементарно Как я вам Только что продемонстрировал Дороже Игорь Вот так Разобрали колеса Теперь можно их взвесить И понять Насколько они Легче Или тяжелее И Насколько нас обманывает Официальный производитель И меня весы обманывают Не знаю Так Внимание Передняя 740 грамм Задняя Нифига себе 920 С математикой у меня хреново Уже 1660 грамм Весит колеса То есть По большому счету Мы сбрасываем Примерно Грамм 150 Веса на колесах И если учесть Что втулки в колесах Одинаковые То вес Сбрасывается На массе Маховика Плюс спиц Это вращающийся элемент В велосипеде То есть Велосипед от этого Поедет быстрее В любом случае То есть Каждый раз Не надо будет раскручивать Эту массу И каждый раз Не надо будет ее тормозить Плюс Колеса будут собраны Бескамерно Не исключено Что на этих покрышках И значит Вес Покрышки Вместе С камерой Нифига себе Один килограмм Шестьдесят грамм То есть До хрена То есть Здесь не лает Ни разу А Без камеры Эта же покрышка Весит Восемьсот восемьдесят Грамм Ну то есть Немало Но С другой стороны Здесь используется Куча всяких Интересных технологий Снэйк скин Да И Эта покрышка И естественно Станавливается Бескамерно То есть Она предполагает Становка бескамерно Тут Два варианта Развития событий Либо оставить Эти покрышки И радоваться С того Что покрышка В принципе Дубовая И При Работе по камням Она не будет Изламываться То есть Снэйск Скин Это более Плотная Боковина Которая Гораздо Хуже Деформируется И при этом Пробить Порвать Повредить покрышку Значительно Сложнее Либо Найти покрышки Полегче Бескамерные Веса Убавится Примерно Еще грамм По сто пятьдесят На покрышке В зависимости От размера И ширины И Тогда Нужно будет Гораздо Жестче Следить за давлением И Быть немножечко Поаккуратнее На острых камнях Вот этот вопросик Тоже мы Будем Дальнейшем Решать Определяться Что нам С этим делать Но в любом Случай Будет сброшен Вес на камерах Грамм По двести На окружности И Примерно По Семьдесят Грамм Мы сбросили На массе Ободов Таким образом Велосипед Теряет В любом Случае По Полкилограмма Веса Абсолютно И естественно По полкилограмма Веса На вращающем Элементе Чтобы Сделать Велосипед Значительно Быстрее Вот такой Вот Следующий Шаг По апгрейду Велосипеда Будет сделан То есть Мы берем Стандартный Рейн Разбираем его И улучшаем Все его элементы В плане Колес Мы Добьемся Большего Результата И колеса Это очень важный Элемент С той точки зрения Что они Влияют на Скоростные Характеристики Велосипеда Не забудьте Подписаться На наш канал Потому что В следующем выпуске Нас ждет Обсуждение Вопроса На что же Стоит поменять Вот этот Замечательный Пайк Последнего поколения Потому что С точки зрения Владельца Рейна Этот пайк Нужно оттуда Убрать И заменить На что-нибудь Покруче И в следующем выпуске Мы будем проводить Исследование Насколько круче Другая вилка Которую мы уже Приобрели Для этого велосипеда От этого пайка Или не круче Но она будет Просто другая До скорых встреч Редактор субтитров А.Семкин